Добрый день, это Лана. Я рада приветствовать вас снова на моём канале. Хочу заранее поблагодарить вас за то, что вы находите время для посещения моего канала. У нас сегодня очередная видеораспаковка. Это Матин Мартин с Жамела или Жамила. Уже поправьте меня в комментариях, если вы знаете правильное произношение этого названия. Так, давайте поуехали. UK, Мартин. Матин Мартин. Матин Мартин. Снимем шуршалку. Вот что мы видим, когда мы только открываем. Верхние ноты у нас флердоранж, бергамот, чёрная смородина, средние ноты тубероза, жасмин, пешанфрут. Основные ноты, ноты базы белый мускус, ваниль и кедр. Такая довольно-таки плотная бумаженция, я вам так скажу. Очень плотная, смотрите какую красоту мы открываем. Вот здесь ещё они вставляют вот такие штучки. Вы знаете, что там внутри. В обувь ставят, в сумки ставят. Вот такую штучку. Она тут, пускай она тут и будет. Так, это у нас велюр. Бархатный такой велюр. И поролоновая такая подложка. И здесь тоже велюр. Сейчас я покажу вам, чтобы вы понимали, что здесь такая восточная форма, повторяющая форму флакона. Так, пускай это стоит рядом с яблочками. А мы рассмотрим сам флакончик, конечно. Дорогой, красивый, восточный. Вы знаете, всё, что касается Востока, я всегда ожидаю какой-то сказки. Вот мой муж говорит, ну наивная ты, Лана, понимаешь. Но я не считаю себя наивной, я считаю себя счастливой. Объясню, почему. Ну, Новый год для меня самый любимый праздник. Я его намного больше люблю, чем день рождения, допустим. Да, я люблю праздник. Я люблю салюты, приготовления, шуршание. Вот это вот трепетное волнение предновогоднее. Наряжать ёлку с детками я люблю. Люблю готовить столы. Люблю всё, что касается Нового года. Приготовление подарков, упаковка. Ходить по магазинам, выбирать что-то, думать, уделять внимание этому человеку. И мне это нравится. Я такой человек, я скорпион по гороскопу. И я получаю больше удовольствия от того, когда я дарю подарок, когда я покупаю, когда я выбираю, нежели тогда, когда мне дарят. Хотя я от подарков никогда не отказываюсь. Я люблю подарки, очень люблю. Но мне больше нравится дарить. Я добрый человек по натуре. Поэтому, когда я вижу что-то такое сказочное, волшебное, у меня смягчается сердечко. Вот так. Поэтому, когда я держу вот такую прелесть в руках, ничего плохого, в принципе, ожидать от такой красоты ты не можешь. Внутри в колпачке циферка 3. Сейчас я вам покажу на камеру. Если вы её увидите. Вот она. Вот цифра 3. Это пластмасса. Так. Здесь гравировка цветочка. И больше мы ничего не видим на флаконе. Дямела. Мартин, Мартин. Так. Ну, давайте поехали. Дямела. Так. Аромат два раза слышала. Поэтому и купила. Это очень соблазнительный. Очень. Ай, боже, какая красота. Неповторимый аромат. Это настоящая загадка Востока. Вы знаете. Вы всегда будете выделяться. Вы всегда будете чувствовать себя по-особенному соблазнительной с этой красотой. Я, в принципе, от Востока другого и не ждала. Вы по-особенному сильной будете чувствовать себя. И божественно привлекательной. Просто вспомните Ближний Восток. Это как раз тот самый изысканный и загадочный парфюм, который заставит вас затаить дыхание. Это цветочный и неимоверно элегантный аромат. В состав этого аромата входит флердоранж, собранный, кстати, вручную в Египте. А сейчас сделаю пометку, почему я так уделяю этому внимание, подняв указательный палец. Потому что, как оказывается, если цветы собирают автоматизировано, то бишь какие-то машины, там при соприкосновении с каким-то железом идет окисление каких-то нюансов, и это уже звучит не то. Поэтому, если вы видите, что отмечено, собраны вручную, это значит целостность всей молекулы цветка, она целая, она не нарушенная процессом окисления. Вот это какой момент. Потом здесь тубероза индийская, одна из любимых моих нот в парфюмерии, но в некоторых ароматах. А так тубероза не очень. Ну, тубероза, она сладкая, она сливочная, она такая молочная. И здесь еще ваниль с Мадагаскара. Здесь еще есть черная смородина, которая очень хорошо чувствуется. Она прямо чувствуется с первых нот, и аромат похож в одной купе с одного огорода, как я говорю, с мелиорой от Parfum de Marley. Так, про бергамот сказала, чувствуется вот этот вот цитрусовый нюанс. Черная смородина, вот и маракуйя, они придают такой фруктовый и экзотический характер этому аромату. База у этого аромата очень и очень соблазнительная. А именно, слушайте, белый мускус, слушайте и представляйте, потому что я сразу выстраиваю ассоциативные ряды, когда мне говорят о парфюме. Я не столько слышу, сколько я его вижу. Визуал белый мускус, который играет, по-другому я не могу сказать, он играет в брачные игры с вашим сознанием. Ваниль мадагаскарская, как я уже сказала, которая придает небольшую сладость. Это не попослепательный аромат, это не жженый сахар. Нет, это невероятно соблазняющая жидкость восточная. Так вот, этот ваниль придает чуть-чуть сладость и чуть-чуть вкусность этому аромату. То есть я могу отнести этот аромат к гурманике, но он несъедобный, он вкусный. Вот когда вы его пробуете, когда вы его слышите, вы можете так сказать, какая прелесть. Вот, вот что я имею в виду, говоря о вкусности. И все это, вот белый мускус, ваниль и все это на древесно-кедровой подложке. Вообще обожаю всякие древесности в базах ароматов. Благодаря, допустим, кедру аромат становится мягким, уютным, и он ласкает. Он ласкает вас. То бишь округляются все острые углы, и за счет этого аромат воспринимается намного мягче, намного таким комфортным. Своё мнение, я ещё раз повторяю, я формирую исключительно по своим ощущениям. И всегда в видео я это подчёркиваю. Допустим, я этот аромат слышу таким, я этот аромат, для меня этот аромат такой-то, такой-то. Но это не значит, что на вашей коже он будет выдавать те же самые ноты или выдавать такой же сухой остаток. Или вы будете слышать то же самое, что слышу я. Нет. Я рассказываю вам о своих ощущениях аромата и ни в коем случае не претендую на истину последней инстанции. Так, этот аромат мне пахнет дорогим экзотическим отдыхом в дорогом спа-отеле. Почему в дорогом спа-отеле, вы меня спросите? Да только потому, что в дорогом спа-отеле на экзотическом каком-то острове, там, где две пальмы и баунти, именно так пахнет. Там пахнет по-дорогому красиво. И именно вот этот вот флёр я слышу в этом аромате. Ни в каком другом отеле, допустим, на континенте я не слышу этого. Я слышу это только на экзотическом отдыхе. Видимо, всё-таки какие-то экзотические фрукты, они что-то не с ними делают, потому что этот аромат пахнет дорого и дорого по-экзотически, по-восточному. Девочки, это очень красивый аромат. Может быть, даже он красивее, чем мелиора. Я не хочу никого обидеть, я не хочу обижать любителей мелиоры, потому что очень долго я сама была в этих рядах. Я очень любила мелиору, очень. Теперь она, мне кажется, слишком сладкой. Но теперь мой кругозор в парфюмерных произведениях намного шире. Поэтому я говорю, что обратите внимание, этот аромат пахнет чёрной смородиной, пахнет бергамотом, пахнет ванилью, пахнет туберозой в сливках. Здесь именно та тубероза, которая мне очень-очень нравится в ароматах. Она сливочная. Это как будто цветок туберозы опустили, знаете так, в сливке. Или в какой-то йогурт сливочный. Вот это вкусно. Это вкусно. Знаете, где ещё присутствует такая тубероза? В Ивсен Лоране Супрем Букет. Вот есть эта нота. В Ивсен Лоране, в Супрем Букете. То же самое, что и здесь. Джамела или Джамила. Я очень советую вам аромат, который сделает вас, поспособствует быть более соблазнительной. В глазах мужчин он очень красивый. Здесь есть и пудрочка, здесь есть и восток, здесь есть... Однако восток, обращаю внимание, он не ядрёный, он мягкий. Знаете, как павлин в гареме у султана. Он мягкой поступью шагает, по очереди расправляя свой хвост. Это всё мило, красиво, мягко и необычайно загадочно. Это очень загадочный аромат. Вот, честно, я не могу надышаться. Вот я брызнула себе на запястье, и мне это так красиво. Это очень красиво. Я советую, девочки, я очень вам советую, если вы в поисках какого-то нежного, цветочного, загадочного аромата, обратите внимание, пожалуйста, это Матин Мартин Джамила или Джамила. Это красиво, это невероятно красиво. Вы ещё посмотрите, какая тут упаковка. Ну, это же прелесть. Я люблю, когда упаковочным моментом эстетики уделяют внимание. Посмотрите, какая прелесть. Красиво. С вами была Лана. Я вам желаю хорошего дня. Пусть ваши детки и родители будут живы-здоровы. Всего хорошего. Спасибо.